Чтобы заниматься самооздоровлением, это вещь серьезная, требуется какая-то теоретическая подготовка. И вот здесь человек должен самостоятельно работать над повышением уровня своих знаний, читать, как устроен организм. Для этого необходимо обращаться к специальной литературе, к строго научной литературе и дальше уже на основании ее прочтения начинать как-то судить о том, как работает твой организм и понимать. Поэтому я частенько для себя такие вот дела образовательные статьи, которые я называю в своей газете «Теория и практика оздоровления». Кров и лимфа. Частенько бывает так, что мы начинаем судить о чем-то, что считаем весьма хорошо знакомым, а на самом деле весьма и весьма мало в этом понимающим. Поэтому периодически хорошо возвращаться к основополагающим вещам. Вот и я решил первоначально рассказать о лимфе, но столкнулся с темой жидкости в организме в целом. Вроде бы ясно, что вода в организме бывает разная в виде крови, межклеточной жидкости, лимфы и внутриклеточной жидкости. Примерно ясна и их роль в организме человека, но хотелось бы все упорядочить. На то я и дева по гороскопу все анализировать, сопоставлять, раскладывать по полочкам, делать обобщения и выводы. Для этого я воспользуюсь учебником физиологии 1954 года выпуска. Умные дядьки в свое время прекрасно разложили устройство работы организма. И вот опираясь на их опыт и исследования, надо строить лечение и здравление человека. К сожалению, современные врачи эту основополагающую науку не желают использовать. У них совершенно иной подход. Вместо естественной коррекции функций лекарственной. В итоге получается хронически больной человек, постоянно сидящий на лекарствах и от них же получающий еще и осложнение. А нам надо так скорректировать свою жизнь, образ жизни, чтобы болезнь просто ушла, а организм остался здоровым. Так что физиология нам очень поможет. Введение о воде для организма. Вкратце, человек существо, состоящее из тел разной плотности. О них мы уже говорили. Самое плотное физическое, далее тела состоят из различного рода энергии, которые становятся все тоньше и тоньше, но энергетика их возрастает. Но не будем отвлекаться. Лучше всего энергетическое влияние передается на воду. Это и формообразующее влияние, и энергетическое, и управленческое. Все виды, которые нужны, чтобы дух через душу управлял физическим телом. Один из главных элементов души – это сознание. Вот его энергетическое влияние нужно передать на физическое тело. Ученые хорошо разобрали, как нервные импульсы руководят физическим телом. А вот как мысль спускается в тело, они еще не понимают. А спускается она на водные структуры, и в первую очередь на головной мозг, потому что он содержит больше всего воды, 90%. И далее через него, все более уплотняясь, запускает цепочку нервных импульсов. И пошло воздействие на физическое тело. Кстати, когда физическое тело формируется в материнской утробе, оно на 95-90% состоит из воды. Это нужно для того, чтобы энергия придала форму. Ведь чем меньше воды, тем труднее придавать форму. Как формируется тело, ученые тоже не могут объяснить. А это энергетический шаблон. Вот так придает он форму води, и получается физическое тело. Итак, вода нужна в организме, чтобы сформировать тело в нужную форму, чтобы сознание посредством мыслительного процесса могло управлять телом. Вода в клетках создает жизненную среду. Вода вне клеток среда для питания клеток и удаления продуктов в жизнедеятельности этих же клеток. Вода в организме человека распределяется внутри клеток. Самое большое количество 70%, а остальное 30% составляет кровь, лимфа и межклеточная жидкость. Нас интересует кровь, межклеточная жидкость, лимфа, и как эти жидкости взаимодействуют между собой. Начнем мы с крови, но перед этим немного порассуждаем. Огромный организм человека, как, впрочем, и слона, появляется из одной клетки. В клетке есть вода, и в ней происходят жизненные процессы. Клетка живет. Питание она получает через мембрану. Окружает клетку жидкая среда материнского организма. Из нее идет питание, туда же выбрасываются отходы жизнедеятельности. Клетка делится, и быстро получается целое содружество клеток. Те, кто снаружи, еще могут получать питание из ней, и туда же выбрасывать отходы своей жизнедеятельности. А как поступать тем клеткам, что внутри? Они не получить, не выделить, не могут. Все пространство в клетках. Поэтому, чтобы не произошла гибель внутренних клеток, между ними должна появиться среда, откуда они могут брать питание, и куда выделять отходы жизнедеятельности. Так появляется межклеточная жидкость. Но, тем не менее, организм представляет собой ограниченный объем, своего рода закрытый водоем, в котором быстро исчерпываются запасы питания, и произойдет зашлаковка продуктами отходов. Значит, нужно менять и очищать воду между клетками. И для этого создается кровеносная система, она питает и удаляет отходы жизнедеятельности. Но для полноценной работы этого оказывается мало. Оказывается, межклеточная жидкость – прекрасная среда для питания и размножения паразитов всех мастей, от вирусов, микробов, грибков до глистов. И если от них не защититься, то они быстро съедят наш организм. Чтобы этого не происходило, организм должен быть надежно защищен. И для этой цели образуется дополнительная лимфатическая система. Она имеет связь как с кровью, так и с межклеточной жидкостью. И не просто имеет связь, с одной стороны, с одной стороны она из них образуется, а с другой защищает от всевозможных паразитов. И как в крови, в межклеточной жидкости имеются параметры по поддержанию нормальных условий жизнедеятельности. Точно так же лимфа обеспечивает в этих жидкостях защиту от всего постороннего, чужеродного, вредящего. То есть лимфа защищает жидкостные среды от продуктов обмена веществ, паразитов и иного чужеродного, могущего навредить организму в целом. Уже написав эту статью, я понял такую вещь. Лимфа не помогает крови и межклеточной жидкости. Она их защищает. И вместе с этим защищает весь организм в целом. А пока расскажем о крови. Но прежде чем рассказать о крови, мы уже с вами поняли, что можно сказать, что жидкости разделяются. Внутриклеточная, нужно чтобы клеточки жили. Внеклеточная, для питания клеток. И наконец-таки кровь, для того чтобы можно было поставлять и питательные вещества внутрь организма, и выделять их из организма. А лимфа должна защищать и кровь, и межклеточную жидкость от разного рода паразитов. И также способствовать ее очищению. Более лучшему очищению. А пока расскажем о крови. Она связана с наружной средой. Это питание, дыхание, а также выделение. Вот мы и начинаем с крови. А далее по учебнику физиологии, для мединститута, с моими дополнениями, и пошли изучать. Итак, кровь и ее функции состав. Первая. Транспортная функция. Кровь это жидкая ткань организма. Посредством кровеносной системы она обеспечивает перенос кислорода и питательных веществ тканям, клеткам. А из них перенос угольной кислоты и других продуктов обмена к выделительным органам, легким почкам кожи, к кишечнику. Второе. Связующая функция. Кровь обеспечивает жидкостную, то есть гуморальную связь между всеми органами. Третье. Внутренней средой. Кровь вместе с лимфой и тканевой, межтканевой жидкостью окружающей клетки является внутренней средой организма. Четвертое. Регулятором внутренней среды. В крови находятся особые механизмы регуляции постоянного состава и физико-химических свойств внутренней среды, необходимых для существования организма и нормальной жизнедеятельности всех его органов. В центральной нервной системе находится специальное образование, которое осуществляет тонкую регуляцию состава крови. Пятое. Защитная функция. Белые элементы крови, а это лимфоциты, участвуют в поглощении попадающих в тело животного микробов. Это так называемый фагоцитоз. В плазме крови содержатся белковые вещества, способные склеивать микроорганизмы, вызывая их распад и гибель. А также вещества, способные обезвреживать яды, образуемые микроорганизмами, так называемые токсины. Шестое. Регуляторная функция. Через кровь осуществляется регуляция деятельности различных физиологических систем. Гормоны поступают в кровь из желез внутренней секреции и разносятся ее по всему организму. Так устанавливается взаимодействие организма с окружающей средой. Состав. Кровь представляет собой жидкость со взвешенным в ней форменными элементами. Ее удельный вес колеблется в пределах от 1,050 до 1,060. При центрифугировании кровь можно разделить на два слоя. Нижний слой составляет эритроциты, оседающие на дно вследствие большого удельного веса. Над ним лежит тонкая пленка из белых кровяных телец и тромбоцитов. Верхний слой составляет жидкая часть крови, называемая плазмой крови. У человека объем форменных элементов составляет 42-45% всего объема крови, а на плазму приходится 58-55%. У мужчин объем форменных элементов, как правило, несколько выше, чем у женщин. Количество крови у человека. Количество крови в организме у человека составляет около 7% веса тела. Возможны колебания от 5 до 9%. Введение в кровь каких-либо жидкостей в виде питья, приема жидкой пищи увеличивает на короткое время общий объем крови. А потери жидкости, особенно большие кровотечения, уменьшают общее количество крови. Однако, изменения общего объема крови бывают незначительными и очень кратковременными. И все из-за того, что в организме человека есть специальные механизмы, регулирующие объем жидкости в кровеносном русле. Когда количество жидкости в крови увеличивается, лишняя жидкость переходит из крови в ткани, особенно в кожу и мышечную ткань, а также выделяется почками. При уменьшении объема крови в сосудистой системе жидкость, наоборот, переходит из ткани в кровь. Следует знать, что после кровотечения количество плазмы крови в сосудистой системе восстанавливается значительно быстрее, чем количество эритроцитов. Уменьшение объема жидкости в сосудистой системе, приводящее к резкому падению кровяного давления, Это представляет для организма серьезную опасность. Медленная или часто небольшими порциями возобновляющая кровотечение, даже ведущая к потере больших количеств крови, менее опасна, чем быстро, хотя и меньшая кровопотеря. Физико-химические свойства крови. Первое. Вязкость крови. Вот все говорят, кровь вязка, кровь густая и так далее. Вязкость крови зависит в основном от количества эритроцитов в крови. Чем больше вязкость, тем меньшее количество крови успеет пройти через капилляры за единицу времени. За единицу вязкости принимается вязкость воды. Вязкость крови повышается в горах, при обширных ожогах и иных случаях, например, после парной. Второе. Астматическое давление крови. Астматическое давление крови – это давление, которое способствует проникновению водного растворителя через полупроницаемую мембрану в сторону более концентрированного состава. Например, если в крови большая концентрация солей, вода из тканей переходит в кровь и наоборот. В стенках кровеносных сосудов находятся специальные рецепторы, так называемые осморецепторы, воспринимающие отклонение от нормального астматического давления. И если оно происходит, то включается механизм по его нормализации, переходу воды как из тканей в кровь, так и обратно, а также выведению воды из солей с мочой. За счет задержки солей в тканях, астматическое давление крови может поддерживаться в течение 2-3 дней, даже в случае прекращения отделения почками мочи. Большую роль в регуляции содержания воды и солей играет кожа. При увеличении в крови содержания воды последнее переходит в соединительную ткань кожи. А при увеличении концентрации солей в крови из кожи в кровь, то есть меньше соленой пищи, соленочки, и у вас кожа будет иметь турго, будет насыщена водой. В противном случае она начинает подсыхать. Повышение осматического давления крови происходит при очень напряженной мышечной работе, но быстро приходит в норму. Постоянство осматического давления крови крайне важно для того, чтобы поддерживать таковую в тканевой жидкости. Резкие колебания осматического давления в тканях жизненно важных органов, например моза, имеющего 90% воды, быстро ведут к нарушению деятельности этих органов и даже к их гибели. Постоянство осматического давления в крови важно и для состояния форменных элементов крови, например эритроцитов. Уже только по этой причине не следует много пить жидкости за один раз, либо вводить в кровь большое количество жидкости в лечебных целях. То есть у нас есть чувство жажды, ориентируйтесь на него, а не то, что вот сказали надо 2-3 литра пить. Это плохая рекомендация. Плазма крови. Плазма крови это ее жидкая часть, она имеет сложный состав. Эритроциты плазмы крови. Общее количество минеральных электролитов плазмы крови составляет около 0,75%. При этом общее количество минеральных катионов, положительно заряженных, превышает общее количество минеральных анионов, отрицательно заряженных. Осматическое давление плазмы крови в основном зависит от количества в крови электролитов. В основном от хлористого натрия, содержание которого в крови подвержено большим абсолютным колебаниям, чем содержание других электролитов. Сразу же делаем вывод, поваренная соль необходима в пище, ее не следует исключать полностью, но и не следует злоупотреблять, чтобы наш состав крови, ее функции были нормальными. Если ткани омываются раствором, минеральный состав которого сколько-нибудь значительно отличается от состава плазмы крови, то работоспособность этих тканей быстро парализуется и они погибают. PH плазмы крови. PH это мера активности, то есть в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. Плазма крови имеет PH около 7,36. Это значит, что концентрация водородных ионов H+, по отношению к гидроксидионам OH- будет примерно в 17 раз меньше. Поэтому реакция крови слабо щелочна и это ее норма. То есть важно поддерживать норму, не надо там думать, что там что-то защелачивать, что-то еще там или там закислять. Это норму буферной системы. Их роль сводится к тому, чтобы поддерживать наиболее благоприятную для жизнедеятельности PH крови слабо щелочную реакцию. И я не буду углубляться в их работу, скажу главное и перечислю их. Главное, в процессе жизнедеятельности идет закисление внутренней среды организма продуктами жизнедеятельности, пищи и в крови в том числе. Чтобы противостоять этому, то есть нейтрализовать кислоты. В крови существуют буферные системы, карбонатная, связанная с функцией дыхания, фосфатная, белковая, гемоглобиновая. Они обеспечивают щелочной резерв на случай нейтрализации кислот и позволяют поддерживать PH крови и всего организма в норме. Сдвиг показатель PH в кислую среду называется ацидозом. Сдвиг в щелочную – алкалозом. Как первое, так и второе вредно для здоровья. Важна норма. Белки плазмы крови и их физиологическая роль. Общее количество белков в плазме крови составляет 7-8%. С большой натяжкой плазму крови можно назвать студним, который имеет свои показатели текучести, загустения, способности питать и выводить. Главное помнить, что с возрастом они существенно изменяются. То есть с возрастом кровь начинает делаться более вязкой. Белки плазмы могут быть подразделены на две фракции, отличающиеся по своим физико-химическим свойствам – сывороточные альбумины и сывороточные глобулины. Общее содержание белков плазмы определяет коллоидно-осматическое или онкотическое давление плазмы. Это давление необходимо для распределения воды между кровью и тканевой жидкостью, а также белки плазмы можно использовать в качестве питания. Такой прием используется для питания больных, которые при тех или иных болезнях или оперативных вмешательствах нельзя кормить через рот. Значит и во время голодания организм ест плазменные белки. Однако по мере голодания раскрываются иные возможности питания организма, например, растворенным азотом в плазме крови и межклеточной жидкости. Белки плазмы крови играют существенную роль в образовании иммунитета. Так, невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, в особенности приобретаемого в результате перенесенной болезни, во многом зависит от образования защитных иммунных тел белковой природы, поступающих в плазму крови. Во всех случаях, когда в организм попадает, минуя пищеварительный тракт, тот или иной чужеродный белок, так называемый антиген, в организме образуются антитела вещества белковой природы. Одним из мест их образования является лимфоидная ткань. В одних случаях антитела обезвреживают ядовитые вещества, выделяемые вредными микроорганизмами. В других, в сыворотке крови, образуются вещества или склеивающие микробы, или растворяющие их, или осаждающие чужеродные для организма белки. Свертывание крови. Один из глобулиновой плазмы крови, фибриноген, обычно рассматривается отдельно. Он обладает свойствами становиться нерастворимым в определенных условиях и принимает при этом волокнистую структуру, переходя в фибрин. Содержание фибриногенов в плазме крови составляет 0,3%. Переход его в фибрин вызывает свертывание крови. И жидкость крови в течение нескольких минут превращается в плотный сгусток. Далее сгусток постепенно уплотняется, удерживая в себе форменные элементы крови и выжимая из себя кровяную сыворотку. А вы знаете, что трупная кровь пригодна для переливания ее больным людям? Для того, чтобы сохранить кровь в течение некоторого времени не свернувшейся, надо стенки сосуда покрыть слоем жидкого парафина. Но этот способ лишь задерживает свертывание крови, а не предотвращает его. Кровь предохраняют от свертывания, добавляя в нее лимонокислый натрий. Нитратная кровь. Такую кровь при низкой температуре удается сохранить в течение 20-30 дней и даже более. Так называемая консервированная кровь. Сейчас есть более совершенные способы консервации крови. Говоря о переливании крови, важно подчеркнуть, что в ней может обитать огромное количество паразитов, которые при переливании заражают человека. Это и вирус гепатита, и ВИЧ-инфекции, и грибки с бактериями, и многое другое, о чем мы даже не догадываемся. Например, информация донора. Она может как вирус заражать и портить программы компьютера, разладить работу организма человека, которому эту кровь перелили. Поэтому знающие и понимающие люди заранее сдают свою кровь, чтобы иметь ее на случай переливания. О промежуточных продуктах обмена веществ и плазме крови. В крови постоянно находятся вещества, необходимые клеткам для жизнедеятельности, а также конечные продукты обмена веществ, которые подлежат удалению из организма. Это аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, кретинин и иные. Накопление азотистых веществ в плазме крови приводит к болезни. Обычно в нормальном состоянии они выводятся с мочой. В качестве промежуточных продуктов углеводного обмена в крови всегда находятся глюкоза и молочная кислота. В обычных условиях содержание глюкозы, то есть сахара, в крови у человека составляет натощак 0,07-0,1, в десятую, то есть 70-100 мг процентов. После приема пищи, богатой углеводами, особенно сахаром, уровень сахара в крови повышается. Молочная кислота является промежуточным продуктом обмена углеводов. При мышечном покое содержание молочной кислоты в крови составляет 10-15 мг процентов. А вот при напряженной мышечной работе, вследствие перехода молочной кислоты из мышц в кровь, количество молочной кислоты в крови может возрастать в несколько раз. Общее количество жиров в плазме крови составляет около 0,5%. Часть составляет нейтральные жиры, часть фосфатиды, например, лицетин, часть холестерин и его эфиры. После приема больших количеств жира, а также при некоторых болезнях, например, при диабете, содержание жиров в плазме крови может быть значительно повышено. Важное замечание. Качество пищи значительно влияет на характеристики крови, особенно на ее вязкость и текучесть. Обильное потребление белковых продуктов, это, как правило, белковые клеи, крахмалистых продуктов, это, как правило, клейстеры, рафинированных углеводов, они обезбоживают, жиросодержащих делают кровь вязкой и трудно текучей, чем и портят кровеносную систему. Элементы крови. Эритроциты. Они переносят кислород в межклеточную жидкость и далее его потребляют клетки. Клетки выделяют продукты окисления, которые из межклеточной жидкости поступают в кровь. Эритроциты связывают углекислый газ, вернее, углекислоту. Стуком крови они выходят в легкие, где углекислый газ выводится наружу, а кислород поглощается. То есть эритроциты выполняют функцию дыхания, переносят кислород из легких, а углекислый газ, углекислоту из клеток. У здоровых мужчин в одном кубическом миллиметре крови находится около 5 миллионов, а у женщин около 4,5 миллиона эритроцитов. При таком большом числе эритроцитов общая поверхность их, через которую совершается диффузия кислорода и углекислого газа, очень велика. У человека она достигает 3500 квадратных метров, то есть почти в 2000 раз превышает поверхность тела. Эритроциты обладают значительной эластичностью, что позволяет им проходить через капилляры даже в том случае, когда диаметр капилляра меньше их поперечника. При различных физиологических состояниях число эритроцитов в крови может увеличиться или уменьшиться. Некоторые органы, селезенка, печень, кожа, играют роль кровяных депо, задерживая форменные элементы крови и отдавая их обратно в кровь, направляя их и туда, где в них возросла потребность. Например, при мышечной работе обнаруживается значительно увеличение количества электролитов в крови. У злошного человека эритроциты образуются в костном мозгу. Средний срок их жизни примерно 130 дней. Вслед за разрушением эритроцитов подвергается разрушение и гемоглобин. Из геминовой группы при этом образуются желчные пигменты биливердин и билирубин. Понижение числа эритроцитов и образование их больных форм наблюдается при болезненных изменениях в системе крови. Например, малокровие, при различных истощающих болезнях. Здоровое повышение числа эритроцитов бывает при пребывании организма в разреженной атмосфере, например, в горах, а также при регулярных физических нагрузках, которые я и делаю. Агглютинация – это склеивание эритроцитов между собой. За склеиванием следует гемолиз – разрушение эритроцитов. Это понятие обычно применяют группам крови. Однако, некоторые продукты также могут склеивать эритроциты. Обычно человек, проживающий в определенной местности, прекрасно приспособлен к продуктам этой местности. Но если организм сталкивается с новыми продуктами, то здесь надо проявлять разумную осторожность. Во-первых, на этот продукт может не быть ферментов для расщепления, и он отравит вас. Во-вторых, даже пройдя стадию пищеварения, может вызвать склеивание красных кровяных телец, то есть эритроцитов, что выражается в невмогании и иных явлениях. Кстати, для прерывания крови используют определенным способом обработанную сыворотку крови. Ее можно брать от животных, например, во время забоя, и хранить неограниченно долгое время. Есть такое понятие в медицинской практике, как скорость оседания эритроцитов. Оказывается, она зависит от заряда форменных элементов крови. То есть каждая частица крови, в том числе и эритроцит, имеет электрический заряд. Благодаря заряду частицы крови отталкиваются друг от друга и находятся в растворенном состоянии. По мере уменьшения заряда, они все ближе и ближе приближаются друг к другу, склеиваются и выпадают в осадок. Вывод. Очень важно поддерживать все растворенные в крови межклеточные жидкости и лимфы частицы в заряженном состоянии. Это и движение, и употребление сырой пищи, даже заземление организма, и правильно одежда, и обувь. Лейкоциты. Их еще называют белыми кровяными тельцами. В одном кумическом миллиметре у взрослого человека содержится 5000-8000 белых кровяных телец. Основные функции лимфоцитов заключаются в быстром перемещении к области поражения организма и борьбе с народными агрессивными агентами, то есть с инфекцией. Благодаря им обеспечивается гуморальный, то есть жидкостный иммунитет. Они участвуют в перестройке тканей, так как лейкоциты полощают отторгающиеся частицы разрушающихся тканей клеток и разрушают их. Вырабатываются они в лимфатических узлах, а также в селезенке и костном мозгу. Продолжительность их жизни невелика всего несколько дней. Временное повышение числа лейкоцитов называется лейкоцитозом. И наблюдается после приема пищи, это так называемый пищевой лейкоцитоз. После мышечной работы и особенно при острых воспалительных процессах в организме. Напомню, что при употреблении в пищу живых продуктов, например свежего овощного салата, фруктов, пищевого лейкоцитоза нет. А вот при употреблении варено и есть. Что такое система крови? В систему крови входит костный мозг, лимфатические узлы, селезенка и печень. В костном мозгу происходит образование и созревание эритроцитов, тромбоцитов. В лимфатических узлах и в мальпигиевых тельцах селезенки образуются лимфоциты. Мальпигиевые тельца входят в состав лимфатической системы. Ретикула аудиотелиальная ткань селезенки является местом разрушения отживших эритроцитов. Ретикула аудиотелиальная ткань совокупна с защитных клеток. Разрушение эритроцитов, сопровождающихся образованием из гемоглобина желчных пигментов, происходит также и в печени. В селезенке и в особенности в печени содержатся запасы железа, используемые организмом для построения новых частиц гемоглобина. Селезенка и печень принимают участие при распределении форменных элементов крови. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч!